Из Киева тем временем сегодня пришли новости о предстоящих переменах на карте города. В частности улица Панфиловцев, где располагается консульский отдел посольства России, будет носить имя добровольческих батальонов. Так на Украине официально называют вооруженные формирования вроде Азова, в символике которого находилось совпадение с нацистской, в том числе западная пресса. Другой такой батальон Сич на грани распуска. Один из его боевиков, главный подозреваемый по делу о гибели троих солдат-срочников во время беспорядков у здания Рады в этот понедельник. В рамках дела арестовано уже 18 человек. На допрос вызывают националистов из партии «Свобода». Ее и лично ее руководителя Олега Тегнебока в первый же день назвал виновным глава МВД Арсен Аваков. А президент Порошенко в свежем телеинтервью возложил всю ответственность на Россию. Националисты обиды. С подробностью у Григория Емельянова. Не нужно говорить, как удобно находить виноватых на стороне. Особенно, если тебя при этом внимательно слушают журналисты и аудитория британского телеканала Sky News. Да-да, это тот самый Sky, что называл грузинские грады, обстреливавшие Схинвал в 2008-м, российскими. Теперь новое откровение. По словам Порошенко, это, оказывается, Россия спровоцировала недавнее побоище у Верховной Рады в рамках обширной кампании по дестабилизации Украины. Это была цитата. Уточнять, каким образом Москва вообще может управлять такими засветившимися под Радой организациями, как «Свобода» или «Запрещенный у нас правый сектор», Порошенко не стал. Но с нисходительным тоном добавил. Видите, как трудно быть украинским президентом. Возможно, сейчас это самая тяжелая работа. И быть президентом Украины сегодня сложнее, чем главой какой-либо другой страны. Это правда не просто быть лидером государства, которое подверглось агрессии со стороны Российской Федерации. Но я горд быть лидером украинской нации. Пока Порошенко пытался доказать, как трудно быть Порошенко, политологи и журналисты, три дня гадавшие, кому были выгодны беспорядки у Верховной Рады, теперь ломают голову, причем здесь Россия. По всему выходит просто удобная страшилка, как для внутреннего потребителя, так и для известных кругов на Западе. Эта попытка как-то списать ситуацию в Украине, которая абсолютно неконтролируемая президентом, на кого-то. Вот в жизни иногда списывают на невестку. Вот сейчас и президент ищет крайнего. Они использовали свободу для захвата власти. Сегодня говорят о том, что свобода контролируется, финансируется Кремлем. Для чего это необходимо? Для того, чтобы попытаться расправиться с этой радикальной силой, которая уже требует смещения самого Порошенко. Любопытно, что еще до выступления украинского президента на британском телевидении, один из политологов, давший интервью нашему каналу, фактически прямым текстом сказал, мифический русский след украинская власть обязательно будет искать и в этой ситуации. Безусловно, Порошенко будет говорить Западу, что вот есть радикальное выступление. Ради бога, мы уже вчера слышали, как и радикалы, и представители власти сказали, что это вообще Путин спланировал, и чуть ли не сам гранату бросал. То есть, естественно, такие заявления тоже будут звучать, в этом нет ничего удивительного, они опять-таки уже год звучат. С одной стороны, возникает ощущение, что Киев уже даже не знает, где еще увидеть руку Москвы. С другой стороны, очень удобно при грязной борьбе. Быть причисленным к российским агентам на Украине сейчас самое страшное проклятие. Скажешь такое о ком-нибудь, и оппонент неизбежно переходит в разряд оправдывающихся. Вот как активист свободы Игорь Мирошниченко, в прошлом известный борец с неугодными майданной власти, теперь уже его партию обвиняют в предательстве. Про меня, украинского националиста, говорят, что я представитель партии, которая является рукой Москвы. Что же получается? Партия Свобода была рукой Москвы, когда мы сбрасывали Януковича? Те, кто так считает, на самом деле обанкротившиеся политики, которые не имеют других аргументов, чтобы оправдать собственную измену. Конфликт Порошенко с националистами Свободы не имеет ничего общего с чисткой власти от радикалов. Во-первых, свобода и так на периферии, во-вторых, никто не трогает не менее радикальный правый сектор, и в-третьих, это вообще традиция украинской политической жизни за все четверть века независимости. Такое перетягивание каната власти в попытке получить максимальное влияние для себя лично. А то, что при этом страна разваливается, сказано же, рука Москвы. Тем более, согласно проекту новой украинской военной доктрины, Россия теперь официальный военный противник. Григорий Емельянов, Первый канал.